Не сказать, что нам легко давался этот сюжет про деятельность мастер-студии «Август», которая располагается на улице Октябрьской, 7, потому как сюда уже протоптана народная тропа, и рекламные агенты здесь были, и практически все телевизионные каналы сделали уже свои сюжеты. Так что, что пооригинальней и поинтересней. А тема, в общем-то, есть. Конечно, можно было бы долго листать каталоги, показывать, какие красивые натяжные потолки в многих уровнях, как они красиво напечатаны, типа фотообоями. Но это вопрос непосредственно фантазии каждого заказчика. Действительно, реализовать можно все, что угодно. И сейчас не время гипсокартона, и поэтому гипсокартона у нас не будет. А у нас будет что? У нас будет работа, качество, сроки и цена вопроса. Потому что сегодня, когда дышать сложновато, и работать приходится в 3, может быть в 4, может быть в 5 раз больше, необходимо учитывать то, кому можно обратиться, кто четко выполняет те самые сроки, и кто не уходит от смертной стоимости. Поэтому этот материал в основном ориентирован на мужчин, конечно же. А кто же еще? Женщина фантазирует, а мужчина платит. Так что думайте, решайте и калькулируйте. А вам в этом поможет. Обилие рекламы разного рода, телевизионной, журнальной и радио в том числе, дает немыслимую ранее свободу выбора. Но в любом случае, пока руками не пощупаешь, своими ногами не потопаешь, выбор сделок правильный нереально. Так что в любом случае, полноценный репортаж специалиста выгоднее в разы любого рекламного ролика. Итак, все специалисты, занимающиеся натяжными потолками, предлагают, конечно же, материалы высочайшего качества, различной цветовой гаммы и структуры. Что, где-то это уже слышали? А видели ли вы их объекты? Мы видели. Объекты, сделанные фирмой Август. Объекты, сдаваемые заказчику. И перед Новым годом, и позже. И это главный показатель. Работа идет, и заказы есть у тех, кто реально умеет работать. Они распевают соловьиные трели по глобальным радио и типа телеканалам. С точки зрения как раз кризиса, одно из самых удачных решений – натяжной потолок. То есть, если вы хотите получить идеально ровную белую матовую поверхность, то можно обойтись по стоимости в два раза дешевле, чем традиционный потолок из гипсокартона. Если вы хотите, конечно, сделать очень красиво, эксклюзивно, то это будет дороже. Каждый шаг. Ну вот, если мы, допустим, захотели 3-4 уровня, и вот у нас фантазия полетела. На это уже будет 2,5 и выше по стоимости, если имеется в виду, за квадратный метр. Все зависит от конкретной конфигурации, от конструкции и от выбора материала и фактуры. Поэтому, как правило, люди заказывают такой красивый дорогой потолок в каком-нибудь представительском помещении. Ну, то есть зал, там какой-то холл, гостиная. А остальные, значит, комнаты, ну, попроще. Ну, нет, наверное, смысла в спальне или там где-нибудь в хозяйственном помещении что-то делать такое очень дорогое, очень красивое. Нужно, чтобы было аккуратно, ровно и не надоедало. И все. Теперь, что поразило и что порадовало. И теперь можно бескомпромиссно утверждать, что технология лепных потолков, если не ушла в прошлое, то несколько подвинута. Конечно, есть места, где натяжные потолки заказывать смысла нет. Как то специально подготовленные аудиопомещения, типа киноконцертных залов. Конечно, прежде чем полить шампанский в потолок, необходимо станиолевую оболочку вместе с проволокой снять. Но теперь фирмой Август освоены любые конфигурации и любое количество уровней. И любая самая сложная инсталляция, вроде той, которую вы можете увидеть в супермаркете Jazz Mall на втором этаже. Так что хотите своими, а не моими глазами посмотреть, приходите сюда. Асфальтовое и не только покрытие города на потолке – это работа именно фирмы Август. Цельнотянутые потолки фантастической конфигурации и длины. Думается, многим сделать было бы слабо. Давайте развеем мифы и расскажем о реальностях. Мифы такие, что точные светильники поставить в натяжных потолках очень сложно. Миф номер два – то, что сделать многоуровневый потолок очень сложно. Но и миф номер три – что это ненадежно и ненадолго. По поводу точных светильников. Встроить их, конечно, существует определенная проблема, но она не такая уж большая. То есть точные светильники встраиваются достаточно легко. Это отработанная технология. Никаких здесь сложных абсолютно вещей нет. Хотя есть некоторые ограничения, конечно. То есть ограничения по мощности встроенных, лампочек встроенных светильников – это первое. Второе – минус. Встраивая точный светильник, мы роняем уровень потолка натяжного на высоту точного светильника. Поэтому надо еще десять раз подумать, есть ли смысл потерять высоту, чтобы поставить этот точный светильник. Ну, а так, в общем-то, без вопросов. Сейчас очень много светильников выпускается, гигантский ассортимент. Конечно, самое не очень, так скажем, хорошее решение для натяжных потолков – это галогенные светильники. Лучше всего – это энергосберегающие лампы, светодиодные. Ну и галогенные лампочки мы тоже встраиваем. Там есть просто ограничения по мощности небольшие. Это первое. По разноуровневым конструкциям. Конечно, это сложнее, чем просто натянуть потолок между четырех стен. Но сложные означает невозможно. Мы просто их уже наделали, ну, столько много, видимо, руку набили, так что для нас никакой сложности не представляет. Никакой там выдающийся какой-то заказ. Все это идет в общем порядке. Получили размеры, с заказчиком согласовали конфигурацию, отдали конструктору, разработали. Он сразу выдал на три техпроцесса. То есть на изготовление металлоконструкции, на сварку полотна и на монтаж привязки. И все идет своим чередом, без какого-то ажиотажа и нервотрепки. Гарантии вообще мы даем на потолок 10 лет. Означает ли, что он будет стоять 10 лет, а потом что-то с ним случится? Да нет. В России потолки уже стоят в районе 15 лет. И с ними они выглядят до сих пор как новые. Вот методами искусственного старения химики говорят, что эти потолки могут стоять 50-75 лет и будут сохранять свой внешний вид, форму и блеск. Просто 75 лет назад не было потолков этих. Поэтому мы не знаем. А 10 лет гарантии это относительно срок, когда человек делает следующий ремонт. И поэтому, когда мы говорим 10 лет гарантии, это значит в базе данных вы у нас будете висеть ровно 10 лет. А это еще не означает, что мы будем исполнять только гарантийные обязательства. Потому что звонит иногда, вот у нас там то вставочка, то лампочка перегорела. Смотрим, да, наш заказчик, выезжаем, говорим, ну вообще-то лампочка перегорела, вообще-то она у вас на таком потолке перегорает. А мы боимся. То есть, немножко, конечно, люди побаиваются. Это с точки зрения долговечности. А если сравнить с обыкновенным потолком, ну, любой потолок, какой бы вы ни взяли, он всегда имеет риск пожелтеть, потрескаться, обвалиться, в конце концов. И сколько его срок службы, тоже достаточно трудно определить. Если мы говорим, что вот просто плита перекрытия, да, она будет стоять там много, 75-100 лет. Но вы же не будете с плитой перекрытия жить. Вам нужно, чтобы был потолок красивый, ровный. Поэтому, а если вас затопит, то с натяжным потолком ничего не случится. Воду можно слить, и он останется таким же, как и был. Любой другой потолок требует сразу существенного ремонта. Не говоря про гипсокартон. Ну, не говоря уж про гипсокартон, да. Кто сказал, что натяжной потолок это безумно дорого? Честно, это не секрет. Потолки такого типа инсталируются и легко в самые бюджетные квартиры. Кто сказал, что трубы тепломагистрали надо замуровывать? Кто сказал, что ваш потолок идеально ровный такой, не может протянуться из кухни, например, в прихожую, без стыков? Если фирма, в которую вы обратились, говорит такое, то скажите спасибо и приезжайте на улицу Октябрьскую, дом 7. Мастера своего дела при нас творили и не такое. Теперь, куда можно ставить конструкции подобного уровня? Все свойства натяжных потолков основаны на их эластичности. То есть, поэтому небольшое изменение геометрии помещения никак не влияет на натяжной потолок. Он сыграет за счет своих свойств. Чего не скажешь о любом другом. То есть гипсокартон трескается, дерево рассыхается, штукатурка трескается, отваливается. Это, конечно, не всегда происходит, но вероятность, во всяком случае, существует. Вот с натяжными потолками этого не происходит, конечно. Мы не будем говорить, смотрите, делать и как у нас, перелистывать и море журналов, потому что все-таки русскому человеку свойственно включать свою собственную голову и собственную фантазию. Готовы ли вы воплотить любую фантазию? Вот мне захотелось, чтобы у меня в центре потолка был замечательный красный цветок, будь то роза. А в углу, допустим, чтобы лилии цвели. Есть ли такая возможность? И не такой банальный, как бы глянцевый вариант. Возможности потолков, конечно, очень большие. Мы постоянно совершенствуем технологии. Во-первых, просто ищем, советуемся, сами изобретаем многое. То, что я вам говорил. Есть вещи, которые мы делаем, просто эксклюзивные. Но, конечно, существуют и технологические ограничения. То есть, все сделать нельзя. У нас с дизайнерами всегда возникают такие стычки. Нарисовать можно все, не все можно воплотить. Но из того, что можно воплотить, можно сделать очень красивые и хорошие вещи, которые удовлетворят, по-моему, любой вкус. Теперь уже песню другую. Споем рукам специалистов. Без рук грамотных, обученных и вовремя получающих зарплату качественная работа невозможна. Руки такие и лелеять, и хорить надо, и уважать в том числе. И зато, в каких условиях производится работа. Тут и теперь надо понимать, горячий стаж – это не только доменный, конвертерный и электросталиплавильный цех. Это еще и монтажники фирмы «Август», потому как потерпят, вспотеют, но сделают качественно, потому как переделывать и ждать повторного обращения и устранения своих косяков не в традициях этой производственной фирмы. Но вот косяки не всегда опытных гостей нашего города, забывчивых соседей сверху, изношенных и подтапливающих магистралей жилого фонда, ну и отдельных чудаков здесь устраняют легко. Безусловно, натяжные потолки спасают от этих всех проблем, которые бывают с клиентами, и просто технические неполадки. Ну, безусловно, он выдерживает, скажем, подтопление определенное количество воды, может держать, и можно легко, в общем-то, устранить последствия, например, затопа. Но даже если он, допустим, порвался, вы заказывали натяжные потолки, сотрудничаете с какой фирмой? Мы сотрудничаем с фирмой «Август». Ну, если он вдруг порвался, то, в общем-то, мы опять обращаемся в эту же фирму. Они буквально в течение двух-трех часов восстанавливают поврежденные потолки в комнате. Довольно быстрый процесс, если, скажем, просто выравниваешь поклевкой, на это может уйти неделя, например. Ага, гипсокартон, да, еще и лепнины. Гипсокартон и так далее. То здесь все это быстро, в общем-то, в наших условиях, в условиях гостиничного бизнеса, это, в принципе, важно, чтобы в течение короткого времени выдать номер в работу. Время, когда цены идут вверх, когда они скачут и галлопируют. Вы в это время что предлагаете? Ну, с учетом наших нелегких времен, мы на сегодняшний момент, у нас до 8 марта действует пока скидочка. Ну, на разные полотна по-разному скидочка. Обусловлено это, как бы сказать, сезонной сменой коллекции. И, конечно, главные показатели это объемы выполненной работы. Километры полимерных покрытий, тысячи объектов. И при этом скромность и обязательность, и никаких кривых понтов. Не каждому это удается, и не каждый работает спокойно. И в то время, когда горожане сидели на денежных мешках, если таковые были. И, оказывается, были. Потому как после Нового года земля не перевернулась. Конец света в очередной раз не настал. Доллар, конечно, скакнул вверх. Но тот, кто загодя подготовился, расплатился за оборудование, нашел локальные контакты с российскими производителями, заработал имя и опыт, продолжает спокойно работать. Да, Россия в первый раз за свою историю вообще столкнулась с кризисом перепроизводства. Но нам надо запомнить главные экономические показатели. Не вал, а востребованность. И сейчас не время рвать на себе волосы, брать в руки вилы и вешаться от кредитов. Просто посмотрев наш фильм, подумайте и возьмите пример. С фирмы, работающей спокойно и ровно. Я скажу то, что я услышал от клиентов. То, что я увидел своими глазами. И не побоюсь этого слова. Качество в цене не упадет. Потому что то, как работают ваши ребята, как быстро и слаженно они это делают, лично меня удивило. То, что за вашей спиной вас хвалят, теперь я могу сказать вам в глаза. Качество и цена вопроса ваших умных рук останется прежним? Ну, во-первых, мы у себя на предприятии часто беседуем и ставим вопрос таким образом, что мы приходим на работу не только деньги зарабатывать, а когда человек идет домой, и ему заказчик при этом сказал спасибо, спасибо, он приходит домой окрыленным, он совсем по-другому себя чувствует. Это раз. То есть понятие мастер – это такое же почетное понятие, как банкир, предприниматель, политик. И ведь не каждый политик, не всякий банкир может быть мастером. Поэтому, когда работать интересно, тогда получается хорошо. Поэтому другого у нас, конечно, не будет. Конечно, можно было бы опросить многих. Это был бы репортаж с проходной. Точнее, репортаж у дверей каждой конкретной квартиры, где люди довольны, где сроки и качество работ просто великолепны. Потому что вот эта фирма умеет работать. Конечно, на рынке конкуренции и жестоком рынке конкуренции есть фирмы и другие. Ну что же, каждый волен работать по-своему. Как работают специалисты здесь? Ну, мы поразились и неоднократно была поражена даже наша камера. Потому что, ну, все-таки на улице январь-декабрь месяц. Мы достаточно длительное время проводили эти съемки. И, извините, в теплое помещение, в такую тяжелую атмосферу, когда действительно горячо, когда мы сами раздевались по поясу, для того, чтобы вам показать, как натягиваются натяжные потолки от мастер-студии «Август». Ну что ж, ребята тоже работают. И в не менее жестких условиях, чем металлурги и сталевары. Потому как для того, чтобы сделать качественную сталь, допустим, тоже необходимо и погреться у раскаленного металла. И для того, чтобы сделать качественный потолок, необходимо, ну, поработать в не менее жесткой обстановке. Но основной результат, основной результат – это то доверие и то количество людей, которые сюда приходят. И здесь, на улице Октябрьская, 7, двери мастер-студии «Август» не закрываются до самого позднего вечера. Потому что клиентов здесь ждут. И к каждому конкретно клиенту у них есть собственный подход и собственный график выполнения работ, который ни разу не срывался.